сегодня квасим капусту хочу показать самый наипростейший рецепт мы берем я купил 10 килограммов капусты жена уже пошинковала половину это 3 килограмма моркови это вполне достаточно ну и соли соли там соли практически на глаз я покажу как это делается давать ей воды и сахара мы не добавляем может добавить мина и семен семена укропа брусники или клюквы но мы тоже не делаем самый простой рецепт может стать уже в собственном соку потому что я буду выжимать ее я надо сок и в этом соке будет недель квасится и я выложу как раз уже как бы поквачены это видео вот пошинковали шинкуем очень мелко все очень мелко я обычно когда сам шинку я лишь покрупнее рекомендуется уже позднюю капусту класть красного белая купил 10 килограмм нам тоже чуть больше в россии за 16 рублей оказалось довольно хорошая сейчас я сыпаю ножка закрою дно да она будет давиться сок много даст такая довольно сочная капуста так немножко я думаю что тут так берем морковь в основном берем треть кочана гость моркови и столовую ложку соли без горки как раз я пример так же и положил сейчас я буду соль лучше крупного помола не юдированную ну как и делом она дает нехороший привкус высыпал сейчас я буду давить сок я делаю это рукой рукой руками ну да куда мне пробовал так лакошки в лакошки не чувствую все это не ходили мне кажется рукой много лучше главное не пересолить лучше не царит то что раз пересолил мне пришлось все промывать чтобы подобрать пищу пить пищу мы промывали я много раз но я спешил просто мне было некогда поэтому я на быстро руку все делал капуста дала сок мы бывают как буквально здесь к минуту вот видно как капает но сильно не надо я сейчас менять ну что следующими слоями она еще перри внется и больше еще не советую много моркови брать так будет слишком капуста желтого цвета не красивых плюс мне надо если надавить так уже все все чтобы выжимать сок сок и так видит то что она будет не такая хрустящая вот утрам давал мы будет сколько сока оказалось цок оставляем тепло вместе на три дня осталось только каждым днем раза три четыре пять зависимости от того как оказаны берутся и протыкать шампур когда будут входить 5 еще можно попробовать на соль вот смотрю здесь соли достаточно некоторым кремя готовки до засыпают и пробует как много соли мало вот сам пока крышки прикрыть закрывать не надо так и газовую входить чтобы не попадал так все так прошли сурово на сутки пошли ну я первый раз сегодня протыкаем 5 бурлит на слышно ли нет газа выходят оттуда это надо делать не менее четырех раз сутки бродит квасится вырабатываются полезные бактерии поэтому вот такая капуста на наиболее полезно чем которая с водой там еще очень успокояю знаю я на готовится быстро сами дели и плюс два дня и можно употреблять в пищу надо тщательно чтобы воздух туда весь выше газики а вот сегодня один раз а завтра уже до 4 раза надо будет обязательно делать такую процедуру носить и завтра опять покажу и плюсовый кстати запах оттуда еще не идет вот уже завтра тут быть только кислин кисловатый запах пойдет шел третий день классики капусты сегодня такая полуниках не так уже журчит жена как раз не рано протыкала но запах запах стоит хороший сейчас на всю кухню запах косметику но так делайте но самое лучшее что получится не реже чем пять раз надо протыкать и хранить не в холодном месте так и теплым то уже можно холодный дать но не на мороз капуста стоит третий день вижу попробовали на квасил очень вкусно да берем сковороду поступила замечание серьезно я вам дает руками со всех сторон надавить чтобы выступил сок он покрыл всю капусту видите только сока кстати капуста реально получилась очень и очень вкусная пользуйтесь таким рецептом потом так советую с супругой на у меня знаток этого дела так вот он говорит что надо еще сильнее давить вот так все и отрамбовал положил грузик такой небольшой я думаю хватит все накрываю крышкой ну крышкой чисто так для вида чтобы пыли не попадала все на этом все заканчиваем на балкон пользуйтесь этим рецептом капуста уже можно есть ministра и 1 и и и и и